Всем привет! С вами снова Юлиан. И сегодня мы продолжаем тему по подключению настройки нашего замечательного контроллера ArduCopter. Что сегодня мы будем делать? А сегодня мы будем подключать PowerModule к нашему ArduCopter, или он же датчик тока. Для чего он нужен для мониторинга вольтажа и расход ампер-часов нашего аккумулятора? Что нам для этого сегодня потребуется? Пара ровных рук, немножко хотя бы, припой, два разъемчика HT60. Можно, в принципе, без них, просто разрезав провод питания и подключив последовательно наш датчик тока. Но я больше люблю с ними. Также нам потребуется хороший и более-менее точный тестер, вольтметр и паяльник. Итак, начнем. Так как мы не будем питать от PowerModule наш ArduCopter, то первым делом отсоединяем от него питание 5 вольт. В этом варианте датчика тока, да, в принципе, во многих других, 5 вольт, это получается самый верхний контакт, который ближе к контактам для пайки разъемов. Его мы и вытаскиваем. Просто поддеваем пинцетиками или иголочкой фиксатор и с другой же стороны точно так же делаем. Так Все, он нам не нужен. Теперь, следующий шаг, это пайка наших разъемов. Сейчас я возьму площадочку для пайки для удобства. Но есть один нюанс. Так как на коптере во время полета может достигать ампераж довольно-таки большого значения, при моей комплектации квадрокоптера до 60 ампер 70 свободно в пиках, то вот эти вот дорожечки, хотя бы они широкие, сделаны на более-менее толстом текстолите, могут просто-напросто не выдержать. Что нужно сделать? Нужно их утолщить. Как их утолщить? Очень просто. С помощью напайки олова. Что мы сейчас и сделаем. Так, сейчас закрепим. Или лучше закрепим вот так. Берем паяльник, припой. Я пользуюсь, кстати, припоем фирмы Mechanic. Вот такой, короче. Очень хороший припой. Внутри сразу идет с флюсом. То есть, не нужно ничего до этого флюса намазать, ничего. Очень классный припой. Кстати, не реклама. Просто уже лет шесть пользуюсь именно только этой фирмы. Сначала моего начинания ремонтирования телефонов. Но это было давно и неправда. Так. И что мы делаем? Просто хорошо-хорошо мы все это дело утолщаем. Стараемся не замкнуть ненужные контакты. Вернее, нужные, но не нужно их замыкать. Думаю, еще стоит чуть-чуть добавить. Вот сюда, чтобы было потолще. Чтобы точно у нас в полете все это не прогорело дело и коптер не свалился. Все. Думаю, хватит. И то же самое мы делаем с другой стороны. Ах, горячее. И так же с этой стороны. Все. Мы утолщили наши дорожки. Теперь мы приправим наши коннектора. На модуле написано где IN где OUT То есть сейчас наведу фокус Здесь у нас написано вот IN То есть сюда входит наша батарея. Поэтому здесь у нас будет располагаться мама так как на батарее папа. Смотрим внимательно где плюс, где минус. То есть не путаем. Здесь мы паяем где вот этот получается у нас резистор низкоомный. Паяем плюсом. С обратной стороны у нас идет минус. В принципе ничего не должно быть трудного в этом. Сейчас закрепили на площадочку опять для удобства пайки. Еще раз проверяем IN То есть туда входит батарея. А здесь выходит у нас уже на плату распределения тока на регуляторе. Короче не путаем и хорошо хорошо все это дело тоже смазываем. Стараемся получить красивую пайочку потому что красивые вещи хорошо работают и аккуратно пайочка я думаю это залог все-таки надежности. Так здесь мы запаяли а теперь другой коннектор паяем. Здесь у нас естественно папа с этой стороны на выходе тоже не путаем плюс-минус. Здесь у меня этот новенький коннектор надо его сначала залудить. Тут у меня уже был заложенный. Поэтому владимир припайки все контакты сначала лудятся а потом появятся. Не забывайте кто имеет мало дела с пайкой. Вставляем стараемся чтобы это было все ровненько красивенько. Сейчас продолжу ступеньцетик чтобы ровненько запаялась. все. Так и теперь с другой стороны что-то мне не нравится кривовато припаялась все равно я выровняю. Не люблю это криво. Пусть он станет ровным. Вот так. Все. Теперь точно будет ровненько и красивенько. О! Отлично. Потом сюда напаяем еще чуть-чуть улова. Маловато показалось мне. И теперь паяем минус. Накладываем улова. в этом месте улова мало не будет. Вот таким вот образом и другую сторону. Опа! Олова тонкая приходится многого разматывать. Для конечно таких целей следует брать олово чуть потолще. мне привычно пользуется тонким и я пользуюсь тонким. Все. Теперь наши дорожки точно не перегорят. Да, конечно желательно все это завернуть в термоусадку. Взять потолще. Я завтра сгоняю на рынок. Куплю потолще. где-то примерно нужно сантиметра три термоусадку взять и за термоусадить. Чтобы не попала никакая влага. Это обязательно. Подключаем мы наш проводок. Теперь подключаем наш шлейфик. Подключаем провод, шлейфик. Какая разница? Короче. В пауэр разъем нашего ордокоптера. Он так и здесь ПМ подписанный. вставляем. Туго вставляется, поэтому хорошо надо его защелкнуть. Пинцетик надо видеть вот так. Все. И теперь мы подключаем выход к нашему распределению питания и подключаем аккумулятор. Все. Завелся. Теперь подходим к компьютеру и подключаемся через телеметрию к Mission Planner. Подключаемся мы к нашему компьютеру. Заходим Install Stoop. Так, сделаю поближе, чтобы было все видно. В первой строчке мы выбираем Voltage and Current. Это вольтаж и ампер часов. Здесь выбираем 3DR Power Module. В третьей строчке выбираем APM 2.5 плюс 3DR Power Module. Все. Здесь мы ставим галочку, чтобы нас предупрежал Mission Planner о просадке батареи, то есть о том, что батарея садится. Также Droid Planner нас будет предупреждать. Так, пока не ставим. В первую очередь мы поставим сначала емкость нашей батареи. Если у вас аккумулятор, как у меня, 2200 мА, то это не означает, что вы должны здесь поставить 2200 мА в час. То есть здесь так как у аккумулятора нет 100% КБД и чем больше на него нагрузка, чем больше расход ампержа, тем быстрее просадка происходит напряжение. Поэтому если у меня 2200 мА, я здесь допустим, ну да, в принципе, я здесь смело ставлю 1900 мА в час. Все. Здесь мы ставим галочку, чтобы нас предупреждал о просадке батареи. Так как у меня здесь 4С, то есть я здесь поставлю не 14 Вольт, а я поставлю 14, допустим, и 3, чтобы у меня все-таки оставалось немножко время, если будет предупреждение о просадке батареи. Если это у вас трехбарночная батарея, то есть ставим где-то 10,5, 10,6 вольт, где-то так. Я поставлю 14,3. Все. Теперь мы заходим во Flight Datum. И вот здесь у нас должно отображаться уже, как видите, напряжение батареи. У меня сейчас она полностью заряжена 16,75 и ампер сколько израсходует наш контроллер. В принципе все. значит подключены правильно. Теперь заходим мы в статус и находим значение нашей батарейки. Что нам здесь показывает? Где, 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 где это, где это, сейчас мы найдем. Сейчас найдем. Ага, батарея вольтаж. То есть здесь у нас показывает 16,70 грубо говоря. Теперь нужно нам настроить наш датчик тока, то есть откалибровать. Как это делается? Как происходит калибровка датчика тока? Сейчас мы должны измерить точное напряжение на нашем аккумуляторе с помощью тестера. Идем измерять. Измеряем мы напряжение нашего аккумулятора, подключенного к квадрокоптеру, потому что все-таки когда он подключает, будет отключен, у него напряжение может быть больше на одну десятую вольта. Все-таки квадрокоптер немножко потребляет даже не в летающем состоянии, поэтому желательно конечно проверять в включенном аккумуляторе. Можем проверить его прямо на самом коннекторе после выхода датчика тока. Сейчас измерю. У нас показывает 16 62. Проверяем в миссион планере. План 3D itself. Так, адмиссион планере у нас показывает 16 72. Что мы делаем? Как мы настраиваем? Заходим. Здесь небольшая разница, но можно настроить точнее. Сейчас показывает 16 65. У нас было 16 62. Я покажу, если у вас будет большая разница, то есть можно не калибровать. Для вас разница вольт не чуть ли. Во второй колоночке отбираете ОСР. И здесь выставляется напряжение, которое у вас в данный момент на вашем аккумуляторе. У меня допустим сейчас было 16 60 уже, потому что небось уже эти 2 десятого вольта просели. 60. Но мы еще раз проверим. Все. Нажимаем Flight Data. Сейчас показывает 16 62. Проверяем аккумулятор. 16 60 уже. Ну там то же самое. 16 53 60 54. Короче, плюс-минус мы отстроили наш датчик тока. Ну что, осталось проверить на нашем Hardo Planner. Вставляем Hardo Planner Connect И как мы видим показывает напряжение 16,5 вольт показывает процент остаток сколько осталось процентов нашего аккумулятора 90 94% Можно чуть-чуть завести наш квадрокоптер проверить как проседает напряжение. Ну и наконец после установки нашего датчика тока мы можем выставить фалсейф по просадке батарея. Вдруг если вы даже провтыкали предупреждение на вашем Android планере. Как это сделают? Очень просто. Заходим в InStall выбираем выбираем фалсейф выбираем ставим галочку батарея фалсейф и ставим здесь минимальное напряжение просадки вашей батареи. Если у вас 3С ставите 10,5 если у вас 4С как у меня ставите 14 вольт. На всякий случай вдруг если провтыкаете предупреждения голосовые на вашем дроид планере. На всякий случай думаю надо поставить. А на сегодня все. Надеюсь вам понравилось мое сегодняшнее видео и вам оно будет полезно. Но еще один маленький совет. То что у вас есть датчик тока это хорошо но не надо никогда забывать про старую добрую печатку которая предупредит вас всегда о просадке напряжения даже если у вас ваш АПМ коптер не сработает тем более если у вас вдруг нечаянно сдохнет одна банка такое конечно тоже бывает так что не забываем всегда ставим ее. Заходим на замечательный сайт apmcopter.ru Александра Зорина где вы найдете очень много интересных умных и грамотно написанных статей по настройке нашего замечательного контроля где сегодняшнего дня будет располагаться мой видеоблог. Так что ставим лайки подписываемся на мой канал и заходим на новый сайт apmcopter.ru Александра Зорина Всем пока!